Государственные награды. За ними стоят кропотливый труд, поиск решений, стремление к созиданию и, прежде всего, жизненный путь человека. По традиции, в эти дни высокие награды вручают нашим соотечественникам по всей республике. Среди тех, кто был удостоен высоких государственных наград, есть и большая группа карагапакстанцев. Их честовали в Жукаракинесе Республики Карагапакстан. Это большая честь для нас. Мы очень благодарны нашему президенту за понимание, за поддержку. Такой нелегкий год, напряженный. Также благодарю свой коллектив. Это награда не только моя, это награда всего коллектива. Вместе работали, вместе старались и впредь мы тоже будем стоять на страже здоровья нашего народа. В Андижанском молодежном центре прошла торжественная церемония награждения орденами и медалями группы лиц. Документ о присвоении наград подписал глава государства. Говорилось, что в условиях пандемии люди, самоотверженно трудившиеся во имя мира, общественного здоровья, развития бизнеса и создания рабочих мест, будут всегда пользоваться уважением и признанием. Именно поэтому их заслуги в столь критической и сложной ситуации были должным образом приняты во внимание главой нашего государства. Среди награжденных в Бухарской области 61 работник системы здравоохранения, государственного управления, народного образования, специалисты правоохранительных органов, ветераны труда, активисты среди молодежи и представители других организаций и учреждений. Торжественная церемония вручения почетных орденов и медалей за самоотверженный труд и достижения в профессиональной деятельности состоялась в областном Хакимияте. Руководитель региона искренне поздравился отечественников и поблагодарил за стремление к высоким результатам, творческий накал, гражданская неравнодушие и большой вклад в развитие республики. В свою очередь, лауреаты наград выразили большую признательность за высокую оценку их труда и отметили, что внимание со стороны государства и общественное признание дают мощный стимул для дальнейшей консолидации усилий в выбранных сферах и достижения еще больших результатов. Государственные награды получили и жители Джизакской области. Батыру Хамракулову она досталась посмертно. Долгие годы он проработал заместителем директора Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Медаль Джасарат была вручена членам его семьи. Ее по-доброму называют Сулувой Момо. По случаю торжества дом 105-летней долгожительницы, полон детьми, внуками и правнуками. Торжественное вручение медали Шухрат останется в памяти каждого члена семьи Халмырзаевых. В чем заключается счастье? Несомненно, в возможности творить добрые дела во благо Родины, нации и народа. Этот год стал испытанием для многих сфер. Среди награжденных в списке значатся и 62 лауреата на Манганской области. Всех присутствующих переполняет чувство гордости, единства и готовности служить Родине. Выступившие отметили, что готовы вместе достигать больших высот и дальше. Это не только моя награда, но награда и всего нашего коллектива. Это управление внутренних дел Самаркандской области и врачей. Это большое доверие. Я обещаю, что в будущем мы будем работать еще более сплоченнее, более усерднее. Чувство волнения и в то же время чувство гордости. И так с каждым. Почти все признаются, переживают. Лауреаты государственной награды в Самаркандской области выразили благодарность за такое признание и доверие. И каждый отметил, что готов и дальше работать во благо Узбекистана. В столице общее число награжденных составило 90 человек. За самоотверженный труд, за особые заслуги перед Отечеством были отмечены знаками отличия представители разных сфер, в том числе экономики, науки, образования, культуры и спорта. Но больше всего поощренных – это представители медицинской сферы. Еще раз спасибо за оценку. Сегодня получили награды очень многие педагоги, строители, работники метрополитена, работники железной дороги. Очень приятно. И у каждого в глазах видно, что это дает дальнейший толчок для развития, в том числе и карьерного роста. На торжественной церемонии награда Марту Глон была вручена молодым людям до 30 лет. Они стали ярким примером для своих сверстников и для подрастающего поколения.